Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю очень вкусное, сытное, сочное блюдо. У меня 1 столовая ложка манной крупы и 500 грамм фарша. Фарш у меня свиной, можно брать любой фарш, который вам нравится. Очистила одну среднюю картофелину и натираю ее на колючей картофельной терке. Картофель берем сырой. У меня одна большая репчатая луковица, ее также натираю на колючей терке, на которой натирала картофель. Лук молодой, очень сочный, но вся эта влага нам нужна будет. Соль добавляйте по вкусу, я добавляю 1 чайную ложку без горочки, у меня соль крупная. Черного молотого перца, такую хорошую щепотку. Приправа для шашлыка, одна щепотка. Приправа для мяса, одна щепотка. Сушеного молотого чеснока, одна чайная ложка, можно выдавить один зубчик свежего чеснока. Все приправы и соль берите по своему вкусу и по желанию. Всю влагу, которая образовалась от овощей, и сейчас в этой миске мы ее никуда не выливаем. У меня есть кусочек батона, он уже черствый, по весу 80 грамм. Никогда не выбрасываю батон, всегда можно размочить в воде и добавить в готовку. Можно взять такой же кусочек или батона, или хлеба белого, размочить в воде и добавить сюда же. Главное, чтобы этот сухой кусочек батона не покрылся плесенью. Ну а то, что он сухой, мы его сейчас размочим в воде. Я налила ледяной воды, 1-2 стакана и размачиваю белый батон. Даем вторую жизнь батону. Батон от лишней воды не отжимаю, просто перекладываю в измельчитель. Можно прокрутить вместе с фаршем через мясорубку. И репчатый лук, и картофель, все тоже можно пропустить вместе на мясорубке. Все измельчаю, батон превращаю в однородную массу. Все готово, получилась вот такая достаточно жидкая масса. Это как раз таки то, что нам надо. Теперь все это вымешиваю. Если у вас вот это тесто получается более густое, добавьте ледяной воды, полстакана и хорошенечко нужно все это перемешать. Сделать такой однородной массы. Если тесто такое жидкое получилось, текущее, тогда нужно его отбить, хорошенечко раз 50 шлепнуть о емкость. Теперь весь этот полуфабрикат я оставлю постоять при комнатной температуре минут 15 в кухне. Пусть постоит все. Манка хорошенечко разбухнет и далее будем готовить. Прошло 15 минут, фарш постоял. Теперь можно в отдельную емкость насыпать пару столовых ложек либо панировочных сухарей или муки. Это уж как вам нравится. Сами котлетки я большими формировать не буду. Их можно сделать и круглыми, прижать и такими в форме колобков оставить. Мне больше всего нравятся котлеты в форме изразов, так их больше влазит в сковороду. Обваливать котлеты ни в чем не буду. Я заранее уже поставила сковороду, на газ она хорошенечко прогрелась. Я туда налила пару столовых ложек растительного масла и отправляю туда котлеты. Чисто мясные котлеты я не готовлю. В моей семье их не любят и не едят. Нам очень нравится, когда в котлеты добавлено много всяких добавок. Попробуйте, приготовьте и вы такие котлеты. Я думаю, что вам тоже понравится. Спасибо за ваши лайки, за то, что смотрите. Очень приятно читать ваши комментарии под видео. Весь список продуктов, которые использовался, он также будет под видео. Нажимайте кнопку еще, там будет вся информация. Готовлю на самой большой конфорке. Огонь чуть меньше среднего. Важно, чтобы котлеты прожаривались, не горели. Готовлю я их без крышки. Свинина вообще готовится минут 40. И котлеты я с одной стороны доведу до полуготовности. Далее переворачиваю на вторую сторону. Хотите их чуть больше поджаривать, хотите меньше или так же. По этому рецепту получается очень вкусные, сочные, домашние котлеты. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео на канале и узнавать об этом первыми. Котлеты уже обжарили с обеих сторон хорошенечко, поэтому сюда же доливаю 2-3 столовые ложки воды. Накрываю крышкой и теперь доведу до полной готовности. Кто-то котлеты не протушивают, я протушиваю. Напишите, пожалуйста, под видео, какие продукты вы добавляете к фаршу. Какие котлетки любят в вашей семье. Яйцо в котлеты я не добавляю. Яйцо делает котлеты более жесткими. Если насыпать много манки, эффект тот же. Процесс готовки, котлеты тушатся, котлеты протушились, они готовы. Гарнир, овощи, салат можно готовить абсолютно любой. Готовьте то, что нравится вашей семье. Котлетки получаются очень сочные, ароматные, вкусные. И моя семья сразу же отличит мамины котлетки от немаминых. Всем вам вкусных обедов, ужинов. До встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи, пока-пока.